Всем привет! Сегодняшний обзор будет у нас по сгонке веса при подготовке к соревнованиям, то есть по срочной сгонке веса. Опыта у меня, я честно скажу, не так чтобы очень много, у меня многолетний конечно есть, но очень часто, как мои друзья, я не гонял. У меня есть Илюша Кокарев такой товарищ, он у меня просто из года в год по 6-7-8 килограмм убивается. У меня наоборот, проблемы я никогда не могу набрать, и вот я когда-то в 110 заполз с трудом, и то последние годы там много лет по 107-108, потом 106-105, последний год вообще был уже 102-103, поэтому я решил уже не мучиться, уйти в сотку. И сейчас я завесился, посмотрел, что у меня там 103, там уже 800-900 вчера вечером было. Я думаю, дай-ка я попробую, тут осталось пару недель до долгопродного турнира, до Европки нашей. И думаю, дай попробую, вот сейчас сгоню, один день поголодаю полностью на сухую, посмотрю, что уйдет. Ну и в связи с этим вот решил поделиться опытом. Когда-то был у меня неудачный опыт, это какой-то год там, 2004-2005 мир по ветеранам, еще и АПЕФовский был. Я согнал там в срочном порядке за сутки что-то около 4-4,5 килограмма и забаранился. Потом один был удачный опыт в девятом году в Англии, по WPC я выступил в ветеранах по 110-106 был вес, а потом согнал в сотку и там за полтора дня 6 килограмм согнал и влез в сотку и выиграл там. Ну и вот, собственно, и все. А так не больше одного-двух килограммов. Ну вот я попробовал сегодня, сейчас посмотрю, что к вечеру получится. Значит, вот что я рекомендую, значит, в зависимости от того, сколько у вас времени для подготовки, на подготовку. У нас все-таки, если АПЕФ исключить, у нас за сутки взвешивания не так, как в ФПР. Поэтому у нас возможности побольше, можно согнать, а потом еще насосать. Ну, значит, в первую очередь, если вы на обезвожке полностью, если сидите, ничего не жрите, ничего не пьете, я, допустим, сосу лимоны и ставлю лазекс. Ну, кубик могу поставить там к вечеру. Уходит, значит, калий. Магний уходит, калий уходит. Это на сердце огромная нагрузка. Поэтому советую аспаркамчик или панангин, или что-то такое пропить. Можно во время немного, если уж совсем там жидкость не принимаете. Можно... Регитрон обязательно. Это прямо бутылку вот в литровую наливаю и на взвешивание прихожу с этой бутылкой полуторалитровой. Регитрон туда насыпал. Это все минералы, весь состав. И сразу вас восполняем все это. Насасываем. Все это задерживается в воде, как губочка. Ну, бег можно, конечно. Ну, вот я, когда в Англии готовился, это был дикий стресс. Но я вообще люблю стрессы. Это вот за меньше, чем за полутора суток, 6 килограмм. Это я бегал, сосал эти лимоны и ставил лазекс. И все у меня улетело. Ну, для организма, конечно, стресс огромный. Ну, что вот еще? Я, честно говоря, так не особо готовился. Просто вот постоянно ожиротвей и аппетит. Я уже не знаю, чем тут себя занять. Как бы отвлечься. Бутылка стоит, зараза, с газированной водой. Смотреть на нее не могу. Ну, чисто психологически вот я бы посоветовал чем-то отвлекаться, чем-то быть занятым. Потому что, когда делать нечего, это пипец. Ты постоянно думаешь о еде и о воде. А так, вот чем-то ты занятым, неважно. Вот просто найдите, чтобы отвлекаться, чтобы постоянно у вас день был загружен. Тогда время очень быстро идет. Или уже на крайняк поставьте какой-нибудь интересный фильм себе. Ну, вот, значит, по подготовке непосредственно надо обязательно учитывать такой момент, что с потерей веса, ну, это для тех, у кого опыта совсем нет, с потерей веса очень сильно падают силовые. Поэтому нужно, конечно, подойти к этому очень осторожно. И если вы экстремально прямо сбрасываете очень много килограмм, имейте в виду, что первые заявочные веса у вас должны быть очень низкие. И все будет зависеть уже от разминки. На разминке прям непосредственно делайте проходку, прям непосредственно тот вес, который вы вот решили там ставить. Но вес будет гораздо, значительно меньше. Если вы не подготовлены и если вы очень много вот потратили все-таки для потерь, потом еще очень много веса собственной, собственной массы. Потом еще очень такой важный момент, когда готовитесь... Если, допустим, есть, допустим, там, ну, не день, а два, а вам нужно согнать, допустим, килограмма три, то я бы посоветовал за день до этого согнать там килограмма два, там, два двести, два триста. А оставшиеся в последний день, то есть, постепенно каким-то образом подойти. И легче будет насосать потом, потому что если вы сильно обезводитесь, потом тяжело будет все это набрать опять, задержать в эту воду. Хотя я умудрялся, согнав пять-шесть килограмм, насосать пять-шесть килограмм, ну, конечно, это вот только вот, только здесь, это только в пузе. Хотя в данном случае в моем это даже здорово, потому что живот я надуваю, к штанге амплитуду угорачиваю, поэтому мне даже здорово. Ну, в общем, вот все, такой неподготовленный, короткие, короткие такие моменты, в общем, будете гонять. Вот, следите за сердцем, за своим калием, аспаркам, после этого, после взвешивания непосредственно обязательно ригидрон нужно напить. Чем больше вы напьете, тем лучше. И, конечно, желательно, уходить от экстремальных сгонок, вот прям вот таких резких, потому что это очень угрышает силовые показатели. Ну и все. Всем пока. Такой очень короткий, короткий очень обзорчик. Ну, в общем, все оказалось проще, чем я думал. Лазок себе поставил, а мог бы и не ставить. В общем, я вчера вечером весил точно 100 килограмм и 50 грамм. Все. Вчера я весил в 103 900 на ночь, правда, я сильно нажрался. Наверное, у меня мой вес был 103. Ну, вот я 3 килограмма за день в легкую просто согнал. Просто потому, что ничего не жрал, ничего не пил. Поставил один укол, но он особо не сыграл в роли, он где-то 2 грамм 700-800, наверное, всего скинул. Так что все. Всем удачи, всем пока. Берегите себя.